Здравствуйте! В эфире Факты Афиша. Август в разгаре. Куда сходить, что посмотреть? Об этом расскажу прямо сейчас. Бывает такое, что одна ночь, проведенная в долгом ожидании, может изменить всю дальнейшую судьбу. Вот так и случилось с героями спектакля «Нелётная погода» или «Брачный сезон у пингвинов». В краевую столицу приедут любимые артисты Роман Богданов, Марина Федункев и Евелина Блёданс. Ты мне хоть раз в жизни «Зайка» называл? Чем? «Зайка». Да какая же ты «Зайка», Елки Балкин, ну тоже скажешь. «Зайки»-то не другие, с ушами и все. Герои пьесы «В нелётную погоду» оказываются в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины это повод провести ещё одну ночь с любовником Артёмом. А вот для девушки из деревни Зоя большая проблема, ведь дома её ждёт очень ревнивый муж Степан. В итоге «Одна ночь», проведённая вместе, даёт героям ответы на многие вопросы. Что такое настоящая любовь? Как может далеко зайти ревность? А это постановка о сложных человеческих отношениях, способных растрогать до слёз и вызвать искреннюю улыбку. В Краснодаре состоится спектакль о любви и о дружбе. В ролях московские артисты Дмитрий Чебутарёв, Ирина Горбачёва, Юрий Титов и другие. Лирическая комедия, поставленная по трём пьесам современных драматургов, демонстрирует три модели семьи, узнаваемых и понятных нам. Ведь всех героев объединяет одно – поиск личного счастья. И поиски эти иногда забавны, а иногда трагичны. Душа болит. 3 сентября. Берег Дона. Когда мы слышим эти композиции, мы невольно начинаем подпевать. Заслуженный артист России, король русского шансона Михаил Шуфутинский приглашает гостей и жителей Кубани на большой юбилейный концерт, на котором он исполнит все свои лучшие песни. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если я тебя раздражаю. Жить на свете, не любя, не то, не сё. Обожаю я тебя, вот и всё. Маэстр давно стал известен во всём мире. Его песни светлые, добрые. На протяжении 15 лет артист является лауреатом ежегодной национальной премии «Шансон года». Не пропустите. Его рассказы со сцены читают российские артисты. Константин Хабенский, Николай Фоменко, Даниил Козловский и многие другие. Писатель, автор бестселлеров, женщина непреклонного возраста и дом до свиданий, Александр Цыпкин впервые приедет в Краснодар с литературно-театральным проектом «Беспринципные чтения», записки на айфонах, рассказы к Новому году и Рождеству, рассказы о любви. Его тексты понятны нам всем, ведь они взяты из настоящей жизни, а образами для героев стали реальные люди. Читать текст будет сам автор. К одной работнице умудрился попасть её бывший однокурсник. Они сидели час. В итоге оба ушли. Она слезала. Он её забрал. Навсегда. Шум морской волны, плачущие цветы, сочная хурма – всё это дорога в лето. Персональная выставка сочинского художника Александра Атрошко открылась в галерее «Артсоюз». В экспозиции 40 живописных работ различной тематики. Александр пишет в стиле импрессионизм, а его индивидуальный творческий почерк восхищает динамикой и глубиной красок. Выставка будет работать до 4 сентября. А теперь поговорим о киноновинках. Любители ужасов. Эта картина специально для вас. Широкий прокат выходит «Слендермен». В центре сюжета находится странное существо. Оно похоже на человека, но лишь силуэтом. А в остальном является чем-то совершенно другим. Его жертвами становятся подростки и дети. Что у тебя спрашивала полиция? Интересовались, не говорила ли Катя о побеге? Смотрите. Последний сайт, на который она заходила. И еще одна новинка августа. Фильм «Альфа» переносит нас во времена возникновения цивилизаций, когда первые люди жили дикими племенами. А основным промыслом у них была охота. На одной такой вылазке племенных воинов один из молодых парней отбивается от группы и попадает в жуткую переделку, после которой его считают погибшим и даже не пытаются отыскать, чтобы спасти. Но несмотря на суровые условия окружающей среды, юноша выживает и отправляется сквозь враждебные дикие земли на поиски дороги домой. Сможет ли молодой человек выжить и вернуться к родным? На этом у меня все. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале Кубань-24. Субтитры подогнал «Симон»